здравствуйте давайте мы начнем с того что я концовочку признака деревьев переделаю мне не очень нравится доказательство потрачу выдал по моему там есть дыра большой кусок у нас будет совпадать собственно концовка меня интересует давайте сформулируем как у нас все происходило акат и выкаты были заданы на множество x про них было известно что последовательность частичных сумма к равномерно ограничено то есть существует м такая что до любых натуральных м и для любых иксов из x выполнена модуль сумма к так как от 1 до н меньше либо равен чем м к второе бака то от x равномерно сходится к нулю на множество x как стремящихся к бесконечности 3 монотонность бакатах для любых иксов из x для любых к из множеств нейтральных чисел выполнена бака от x больше либо равна чем бака плюс 1 из этого следует что сумма составленная из произведения катах и бакатах сходится равномерно на из начали мы с того что договорились договорились рассматривать последовательность частичных сумм для последовательности а то есть на сумму окатах от x от 1 до n потом мы заметили что окаты от x это а большое к ты минус а большое к минус 1 и рассмотрели последовательность частичных сумм уже вот такую для произведения катах бакатах здесь мы воспользуемся тем что окаты можно переписать как разность последовательности частичных сумм оговорившись что а нулевой от x мы будем считать равным нулю у нас число им последовать числовым рядами та же самая история болт из последовательность частичных сумм когда для числовых рядов мы рассматривали тоже а нулевое просто по определению считали равным нулю тогда здесь у нас за получается к от 1 до n а к ты минус на к минус 1 умножить на бакаты эту сумму мы разрываем на 2 здесь говорим что если мы возьмем k равна единице у нас появится а нулевое которое равно нулю поэтому собственно разницы никакой мы от единицы ли а двойки считаем хотим переделать немножко индексы говорим что этот индекс пусть будет у нас теперь м тогда это будет м плюс 1 а здесь все кашки заменим на мки просто до сумма м от 1 до n а mt от x bmt от x минус сумма к если к равна 2 м равно единице поэтому от 1 до n минус 1 если к равна м м равно и минус 1 а м от x dm плюс 1 от x теперь самое последнее слагаем отсюда отдельно выписываем это у нас будет а я над x b над x и с ним все в порядке мы обсудили что вот это вот произведение равномерно сходится к нулю на множество и эксперимент стремящийся к бесконечности поскольку а n у нас ограничено c-шкой или m к там какой в общем какой-то константы ограничены как бы мы ее не называли на b у нас по второму условию равномерно сходится к нулю поэтому это слагаемое равномерно сходится к нулю тут проблем никаких не возникнет что остается остается сумма от 1 до n минус 1 тут я их естественно склеиваю эти суммы и ам на от x выношу за скобки как общий множитель в скобках остается разность bm и bm плюс 1 и вот сейчас с этой суммы я хочу поступить немножко по-другому потому что чуть мне не нравится что было вчера и по-моему там дыра есть если я правильно помню как я доказывал начнем здесь вот чего рассмотрим такой вот кусочек рядом по сути последовательность частичных сумм bm от x минус bm плюс 1 от x и здесь мы можем сказать что если мы все раскроем у нас появится b1 минус b2 плюс b2 минус b3 по сути мы что-то похожее вчера использовали то есть соберется телескопическая сумма и окончательно b минус 1 минус как x минус bm от x все что посередке сократится и остается b1 от x минус bm от x это последовательность частичных сумм в конце концов то есть если мы н устремим бесконечности мы поймем как устроен ряд вот такого вот вида от 1 до бесконечности и при устремлении бесконечности мы понимаем что b1 остается b1 а bn от x равномерно сходится к нулю как мы уже знаем то есть это все дело равномерно сходится к b1 от x принц имеющийся к бесконечности на множестве x теперь если я рассмотрю ряд м от 1 до бесконечности bm от x минус bm плюс 1 от x мы понимаем что этот ряд сходится только что и доказали если мы этот ряд домножим на константу то этот ряд по-прежнему сходится равномерно сходится на x причем даже понятно что вот с учетом домножения на константу он будет сходиться к м этой константе умножить на b1 от x где константа не абы какая м к я собственно взял из первого условия из условия того что у нас последовательность части частичных сумма равномерно ограничены а вот теперь я хочу рассмотреть член вот такого вот ряда но если мы на стриме бесконечности здесь появится ряд то есть чем такого ряда и член такого ряда как они устроены модуль а m от x bm от x минус bm плюс 1 я понимаю что вот эта разность положительная поэтому модуль мне нужен только на первом множителе тем не менее я рассматриваю модуль этого члена и это все меньше либо равно чем м поскольку у нас последовательность чисечных сумм равномерно ограничена как раз так константы м на bm от x минус bm плюс 1 от x про ряд составлен из таких членов мы уже знаем что он равномерно сходится тогда по обобщенному признаку сравнение у нас получается и ряд составлен из таких членов будет тоже равномерно сходиться другими словами если мы вот рассмотрим теперь это слагаемое и n у стремим к бесконечности это все дело будет равномерно сходиться к какой-то функции s от x на множестве x большое при n стремящийся к бесконечности и того сумма вся будет сходиться тоже к s от x а с чего мы начали мы начали с последовательности частичных сумм произведения катова-бакатова значит просто по определению последовательность частичных сумм у нас ходится равномерно значит по определению сходимости ряда и ряд составлены из произведения сходится равномерно вот собственно мне не очень понравился тот кусок когда я начал с этим слагаемым как как-то по-другому бороться есть ощущение что я там немножко налажал или немножко теперь признака беля как и прежде у нас заданы две последовательности функциональные на множестве x и что нам будет теперь известно ряд составленных закатах сходится равномерно на x второе последовательность бакатах от x равномерно ограничено то есть другими словами существует м к такая что для любого экса из x для любого натурального к выполнена модуль бакат от x меньше либо равен чем n и третье условия для любого натурального к для любого экса условия монотонности выполнена бакат от x больше либо равно чем в каплю спирает тогда из этого следует что ряд составлены из произведения катых бакатах сходится равномерно до этого многие признаки вот в плане признака дирихлей признака беля идеи на доказывались одинаково вот сейчас у нас доказательство немножко поменяется то есть здесь вот эта одинаковость слегка пропадет если мы зафиксируем какой-то x на множество x большое то получается что у нас выполнено все условия признака беля для сходимости числового ряда то есть получается что по точечно тот ряд который нам дали составлен из произведения катых бакатах по точно сходится на множестве x это уже неплохо то что дает нам возможность пользоваться какими-то пользоваться какими-то результатами получается что для любого x0 из x что у нас будет происходить загоняем сюда x0 получаем что у нас ряд составлены закатах но равномерность не уже не нужна поскольку равномерность была связана с иксом функции то есть ряд составлены из числа как а то это x0 сходится дальше здесь у нас x0 фиксирован то есть это условие пропадает существует м такое что для всех к бакат и от x0 меньше либо равно м то есть последовательность бака ограничено и опять же вот это условие отпадает для любого к бакат и от x0 больше либо равно чем бака плюс 1 от x0 монотонность то есть для двух числовых последовательности окат и от x0 и БКТ от X0 выполнены условия признака Абеля для числовых рядов. А он для числовых рядов нами уже доказан. То есть получается, что ряд АКТ от X0 сходится от 1 до бесконечности. Другими словами, вот этот ряд сходится поточечно. В самом начале предыдущей лекции, когда мы определяли, что такое поточечная сходимость функциональных рядов, что такое равномерная сходимость, определили критерии, точнее выписали критерии. Когда сказали, что для поточечно сходящихся рядов мы введем такое понятие, как остаток ряда, и для этого остатка ряда, по сути, мы можем использовать критерии сходимости уже функциональных последовательностей. И он был устроен следующим образом. У нас получается, супремум Rn от X должен стремиться к нулю, при n, стремящийся к бесконечности. А супремум берется на множество X. Что собой представляет Rn от X? Вот только здесь модуль, да? Супремум в нашем случае это сумма k от n плюс 1 до бесконечности, АКТ от X, БКТ от X. Если мы это докажем, то есть это то, что мы хотим доказать, если мы это докажем, то равномерная исходимость тоже будет доказана. То есть вот это вот мы хотим доказать. И давайте вот что определим. Пусть Rn от X это сумма k от n плюс 1. Так. И давайте я верхнюю стоочку вообще уберу, потому что она сейчас меня начнет, и не только меня путать. Или мне придется новую букву какие-то вводить, чего я не хочу. В общем, вот это мы хотим доказать. И по сути, это есть остаток ряда АКТ и БКТ. А вот Rn от X я определю, как остаток ряда для просто АКТ. И тогда получается, что АКТ и от X, как устроено, это Rk минус 1 от X минус RK от X. Ну, действительно, здесь мы захватим все члены, начиная с КАТового. Здесь мы захватим все члены, начиная с К плюс 1. Ну, если из одного вычтем другое, то останется просто АКТ. А то, что я с такими ребятами могу работать, это факт, потому что мы знаем, что ряд из АКТ исходится равномерно по условию дома. Теперь хочу рассмотреть, как у меня устроен вот этот вот ряд. Вместо АКТового я выпишу Rk минус 1 минус РКТ. У нас получается Rk минус 1 от X умножить на БК от X. Минус Rk от X умножить на БК от X. Ну, как раньше, разбиваем на две суммы. Здесь все как есть, так пусть остается. А здесь мы К минус 1 заменим на M. Соответственно, это будет M плюс 1. Ну, и для того, чтобы у нас везде выскочил индекс M, все, что здесь было Кашками, становится M. у нас Rm от X, Bm плюс 1 от X. Раз Кашка у нас начиналась от M плюс 1, то Mка начнется от N, ну и до бесконечности. Минус Rm от X Bm от X. Здесь M от N плюс 1 до бесконечности. Первое слагаемое я отдельно запишу. Давайте на следующую доску. Это у нас слагаемое вида Rm от X Bm N плюс 1 от X. И остается сумма от N плюс 1 до бесконечности. Rm-T мы вынесем за скобки, а в скобках останется Bm плюс 1 от X минус Bm от X. И давайте мы теперь определим такую вот вещь. Пусть Mn это супремум от супремума Rm от X Rk от X лучше пусть будет так. Первый супремум берется по множеству X, а второй супремум берется по всем Кашкам больше либо равным чем N. Причем мы понимаем, что этот супремум будет конечен, поскольку если мы берем вот этот вот супремум, то он стремится к нулю при N стремящемся к бесконечности. То есть вот это вот какая-то в некотором смысле фиксированная чиселка. И что можно теперь сказать о том модуле, который нас интересует. то есть модуль K от N плюс 1. Давайте пока не до бесконечности, а до N плюс P. Возьмем AK от X, BK от X. Ну, собственно, у нас что поменяется? У нас выскочит вот это слагаемое, выскочит вот это слагаемое с какими-то изменениями. Вместо бесконечности у нас вероятно появится что-то типа N плюс P. Мы скажем, что... Пусть даже пока так будет. Мы скажем, что... Вот он модуль. Где нужно будет, там поменяю в конце концов. Модуль закрылся. Меньше либо равен, чем сумма модулей. То есть модуль R. Сюда, естественно, хочу модуль повести. Плюс. Ну и здесь модуль суммы. Снова неравенство треугольника. Модуль загоняем внутрь. То есть получаем M от K плюс 1 до бесконечности. Модуль R от X умножить на модуль этой разности. А у нас по условию дано, что BM больше, чем BM плюс 1. Поэтому BM от X минус BM плюс 1. От X. Теперь с каждым слагаемым по отдельности. Что происходит здесь? Здесь мы понимаем, что модуль R. Меньше либо равен, чем M. А модуль BM плюс 1 по условию. Меньше либо равен, чем констант M. Соответственно, это слагаемое мы ограничили. Теперь что будет происходить здесь? Здесь давайте я пока рассмотрю не до бесконечности, а до какого-то слагаемого типа N плюс P. Соответственно, я просто потом P устремлю к бесконечности. То есть я могу сказать, что вот эта вот сумма устроена как предел при P, стремящемся к бесконечности. Сумма M от K плюс 1 до K плюс P. В принципе, конечно, я мог писать и просто P, но K плюс P мне будет слегка удобнее. Модуль RM от X умножить на BM от X минус BM плюс 1 от X. Что мы здесь можем сказать? Так, и у нас сумма-то, это была N когда-то, да? Она N и должна остаться. Неаккуратно пишу. RM от X по модулю меньше либо равен, чем этот M. Здесь мы берем супремум по всем K больше либо равно, чем N. Эти, ребята, они от N плюс 1. Соответственно, если я немножко сдвину индекс, то по-прежнему неравенство будет верно. То есть этот RM от X для любого M меньше либо равен, чем MN, который мы здесь определили. Тогда вот этот предел меньше либо равен. MN от P никак не зависит, поэтому мы его вообще наружу вытащим. предел при P стремящемся к бесконечности сумма N от N плюс 1 до N плюс P BM от X минус BM плюс 1 от X. Что здесь будет собираться в этой сумме? Но сумма опять телескопическая, как у нас уже неоднократно было. То есть равно MN предел при P стремящемся к бесконечности. Первая слагаемая будет BM плюс 1. Последняя слагаемая будет BM плюс P плюс 1. Я понимаю, что вот эта разность меньше либо равна, чем 2M. То есть нам что известно, что модуль BM от X для любого M натурального, для любого XA из множества X меньше либо равен M. Это второе условие признака Абеля ограниченность, даже равномерная ограниченность, если аккуратно формулировать, последовательности BM. Соответственно, эта разность меньше либо равна, чем 2M. Ну и тогда предел будет меньше либо равен, чем 2M. То есть здесь мы получаем меньше либо равно, чем 2M умножить на MN. То есть вот это вот слагаемое меньше либо равно, чем 2M умножить на MN. Тогда вся сумма меньше либо равна, чем 3M умножить на MN. Одно произведение берется из этого слагаемого и 2M умножить на MN берется отсюда. Но что мы еще раз знаем про MN? Вот этот супремум, вот этот супремум, при N, стремящемся к бесконечности, стремится к нулю. Соответственно, когда мы будем брать супремум, чтобы определить MN, MN тоже стремится к нулю, при N, стремящемся к бесконечности. То есть это все дело стремится к нулю. При N, стремящемся к бесконечности. Получается, что вот эта вот вещь меньше, 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 меньше чего-то от X независящего. То есть если я теперь повешу сюда супремум, то супремум от этого модуля тоже будет меньше либо равен, чем 3m умножить на mn. А потом, устремляя к бесконечности n, мы получаем, что супремум будет стремиться к нулю, при n стремящемся к бесконечности. Это есть не что иное, как критерий равномерной исходимости последовательности частичных сумм, потому что мы взяли остаток ряда. То есть, по сути, взяли здесь не что иное, как s от x, это функция, которая поточечная у нас сходится, минус sn от x. И заполучили критерий исходимости, ну, если хотите, изначально для последовательности частичных сумм, ну, а в конце концов, для исходимости ряда. А значит, тогда у нас ряд, составленный из окатых и бокатых, сходится не просто поточечно, как мы достаточно быстро получили, а равномерно. Признакабель в плане доказательства отличается, конечно, от признакабеля для интегралов и для числовых рядов, но, тем не менее, отчасти доказательства похожи на признак Дерехле. Только если в признаке Дерехле мы берем первые сколько-то слагаемых и при помощи них собираем удобную функцию, то в признакабеля мы берем последние какие-то слагаемые, точнее, не берем первые сколько-то слагаемых, и вводим такую же удобную функцию, с которой примерно те же действия производятся. Теперь результаты, связанные с свойствами функций предельных для функциональных рядов. Следующая теорема. Пусть окаты, как у нас обычно было на отрезке АВ, заданы. То есть вместо множества х абстрактного теперь выбираем отрезок АВ. И известно, что все окаты непрерывны. На АВ. Помимо этого известно, что ряд, составленный из окаток, сходится равномерно на отрезке АВ. Тогда из этого следует, что функция, которая собирается здесь, сейчас у нас ряд сходится равномерно, вот эта вот функция непрерывно на АВ. На самом деле, неплохо было бы нам эту теорему формулировать рядом с еще одной теоремой, которой мы сейчас воспользуемся. Доказательства. Давайте рассмотрим последовательность частичных сумм. Sn от х равно k от 1 до n оката от х. Я понимаю, что все окаты у нас непрерывны. Значит, конечная сумма непрерывных функций непрерывная функция. То есть Sn от х непрерывная на отрезке АВ. И раз ряд сходится равномерно, то получается Sn от х сходится равномерно к функции Sn от х на отрезке АВ при n стремящемся к бесконечности. И вот та самая теорема, которая нам сейчас понадобится, она была для последовательности непрерывных функций. Мы говорили, что если нам задана функциональная последовательность, где все функции непрерывны, и она равномерно сходится, то предельная функция тоже непрерывна. Ну, соответственно, просто как следствие из нее мы получаем ту теорему, которая сейчас сформулирована. То есть вот отсюда по теореме о равномерно сходящемся, равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций, мы получаем, что Sn от х непрерывно на отрезке АВ. Ну а Sn от х есть не что иное, как, собственно, предельная функция для этого ряда. Поскольку по определению ряда вот эта Sn от х есть не что иное, как предельная функция для последовательности частичных сумм. Вторая теорема, и она тоже должна бы, ну, не то чтобы должна, было бы удобно, чтобы она шла вместе или рядом с доказанной нами уже теоремой, пусть АКТ вновь функции, заданные на отрезке АВ, это последовательность, поэтому АК натуральная, и известно, что все эти АКТ непрерывны на отрезке АВ. Помимо этого, известно, что ряд составленных в АКТах сходится равномерно на АВ. Тогда интеграл от А до В от предельной функции это то же самое, что ряд составленных из интегралов. Доказательства. Похожая теорема у нас уже была для последовательностей функциональных, когда мы интеграл и предел переставляли. Но здесь пока предел не видно, но мы его сейчас достаточно быстро сделаем. Рассмотрим ряд от 1 до бесконечности, интеграл от А до В АКТ от X до X. Собственно, я понимаю, что функция непрерывна, поэтому интеграл от каждой функции я могу определить, то есть вот этот нормальный вполне объект. Про этот, может быть, я пока не знаю, но достаточно быстро я пойму, что с ним тоже все в порядке. Собственно, как мы его определяем, если он существует, если ряд у нас сходится. Мы говорим, что это предел при n стремящемся к бесконечности сумма К от 1 до n интеграл от А до В АКТ от X до X. Здесь я понимаю, что у меня сумма конечна, поэтому сумма интегралов это интеграл суммы. Этим мы можем спокойно пользоваться. То есть, если здесь вопрос, могу я переставлять или нет, то, что мы сделаем, потому что у нас здесь уже ряд, а не сумма, то здесь конечная сумма, пожалуйста, переставлять можно. у нас получается предел при n стремящемся к бесконечности интеграл от А до В К от 1 до n АКТ от X до X. А что вот эта сумма собой представляет? Это не что иное, как последовательность частичных сумм АКТ. То есть, если я заранее договорюсь определять СН от X как сумма АКТ от X К от 1 до n, то сюда я могу спокойно вписать СН от X. У меня получается предел при n стремящемся к бесконечности интеграл от А до В СН от X до X. И что нам известно про вот эту последовательность СН от X? Это непрерывные функции, которые равномерно сходятся к какой-то функции S от X. То есть, про эти СН известно, что они равномерно сходятся к S от X на отрезке АВ при n стремящемся к бесконечности известно, что они непрерывны на отрезке АВ. А как раз-таки для такой функциональной последовательности у нас была теорема про то, что мы пределы интеграл можем переставлять местами. То есть, что пределы такого интеграла это то же самое, что интеграл от А до В S от X dx, где S от X это та самая предельная функция. Но в плане рядов что собой представляет S от X? S от X есть не что иное, как интеграл от А до В, ряд составленный из ократов от 1 до бесконечности dx. Начали мы отсюда, закончили вот этим, то есть, по сути, интеграл и ряд переставили местами. что, собственно, здесь и записано. Опять же, в доказательстве, вот где-то на этом этапе, тут вот основной переход, мы воспользовались теоремой, которая имела аналогичные условия, но была не для функционального ряда, а для функциональной последовательности. То есть, вот это обобщение от последовательности к рядам позволяет достаточно быстро предыдущие теоремы обобщать. И еще у нас была теорема, связанная с дифференцированием для функциональных последовательностей. Значит, ее же сейчас попытаемся, как и эти две, обобщить на функциональные ряды. Вот. Как и раньше, задана нам функциональная последовательность, прежде всего, на отрезке АВ. К принимает любые натуральные значения. И про эту последовательность, про каждую функцию из этой последовательности известно, что она непрерывно дифференцируема на отрезке АВ. Помимо этого, будем считать, что существует точка Х0 из отрезка АВ. Такая, что ряд составленный из чисел АК от Х0 сходится. То есть, здесь у нас числовой ряд рассматривается. И в плане переписывания этого условия для последовательности частичных сумм получается, что хотя бы в одной точке последовательность частичных сумм сходится. Это условие у нас возникало в аналогичной теореме для функциональной последовательности. и последнее условие. Ряд составленный из производных сходится равномерно на отрезке АВ. тогда из этого следует, что производная такого ряда есть не что иное, как просто ряд составленный из производных. Доказательства. Ну, как и прежде, мы рассмотрим последовательность частичных сумм. То есть, скажем, что Sn от x это сумма k от 1 до n а k от x. Что про Sn нам известно? Все Sn непрерывно дифференцируемы. на отрезке АВ как сумма здесь у нас сумма конечная непрерывно дифференцируемых функций. Известно, что это можно считать, что первые условия здесь даже первые условия. Известно, что Sn от x сходится. То есть, поточечно хотя бы в одной точке эта последовательность сходится. И третье, что нам известно, это Sn' от x сходится равномерно на АВ. Это, по сути, вот это условие. Потому что что такое у меня Sn' это сумма k от 1 до n а k от x штрих. Опять же, сумма конечная, поэтому я спокойно могу переходить к сумме производных. То есть, у меня Sn' это не что иное, как k от 1 до n а k от x штрих от x. А про этот ряд мы знаем, что он сходится равномерно. значит, вот такая последовательность сходится равномерно. Из этих условий в силу теоремы, которая у нас уже была, мы заполучаем, что Sn от x предел Sn от x штрих в принципе имеющийся к бесконечности равен s штрих от x. Более того, при доказательстве этой теоремы мы начали с того, что доказали, что вот этот ряд, составленный из Sn, сходится равномерно. То есть, в плане вот этой записи, когда я потом от нее беру производные, все в порядке, вот этот ряд сходится равномерно, поскольку вот эта последовательность сходится равномерно. Теперь как переписать вот это условие в тех терминах, которые у нас появились? Ну, Sn штрих мы понимаем, что есть не что иное, как вот такой вот ряд. То есть, у нас предел при n стремящийся к бесконечности k от 1 до n Sn штрих a штрих n от x. А правая часть S штрих есть не что иное, как вот вот такая вот конструкция. То есть, это k от 1 до бесконечности, а k от x, собственно, это и есть S, а потом от нее мы берем производную. Ну и так, как мы понимаем, что вот этот вот предел представляет собой не что иное, как ряд от 1 до бесконечности окатая штрих, здесь тоже окатая от x, то раз это левая часть того, что мы сейчас заполучим, и вот правая часть того, что мы заполучим. То есть, ряд, составленный из производных, совпадает с производной ряда исходных функций. Ну, это то, что нам и требовалось доказать. Опять же, мы воспользовались аналогичным результатом для функциональных последовательностей. То есть, в принципе, те три теоремы, которые были для функциональных последовательностей, можно было вот куда-то в сегодня перенести и вот парами их рассказывать последовательность, ряд, последовательность, ряд. Ну, если вы их неплохо помните, я надеюсь, что хотя бы просто вы их помните, то, соответственно, вот мы взяли и сейчас их и использовали. По поводу того, как те признаки, которые мы рассматривали, можно использовать. По аналогии с тем, как с числовыми рядами работали, я хочу рассмотреть такую последовательность частичных сумм и вновь показать, что при определенных условиях, то есть на определенных множествах, такая последовательность частичных сумм тоже будет равномерно ограничена. Соответственно, это означает, что как только мы видим множитель синус к x, могут возникать желания и иногда вполне обоснованно использовать признак дирехле. То есть в плане того, где мы признак дирехле можем использовать, сейчас рассмотрим удачную конструкцию. Давайте разделим на 2 синус x пополам, ну, домножим на них, k1 dm, 2 синус kx, синус x пополам. Теперь здесь надо вспомнить формулу тригонометрическую 2 синус альфа синус бета это косинус альфа минус бета минус косинус альфа плюс бета. Соответственно мы заполучим косинус k минус 1 вторая умножить на x минус косинус k плюс 1 вторая умножить на x. И так как это у нас сумма, давайте раскроем эту сумму, распишем ее. в какую-то длинную строку, посмотрим, что получится. Если подставляем единицу, у нас будет косинус x пополам минус косинус 3 вторых x. Если берем следующее слагаемое k равно 2, косинус 3 вторых x минус косинус 2 плюс 1 вторая 5 вторых x. и так далее. Когда будем подставлять n, у нас останется косинус n минус 1 вторая x и минус косинус n плюс 1 вторая x. Эти, ребята, сокращаются, следующие тоже сокращаются, в общем, все, что внутри у нас посокращается, как неоднократно уже видели, телескопическая сумма здесь собралась. Ну, собственно, именно в этом и заключалась идея домножить и разделить на 2 синус x пополам, чтобы внутри собралась какая-то телескопическая сумма. Что мы из этого заполучаем? 1 делить на 2 синус x пополам косинус x пополам минус косинус n плюс 1 вторая x. Разность косинусов меньше либо равно 2, соответственно, все это дело меньше либо равно, чем 1 делить на синус x пополам. Так вот, если, ну, собственно, не всегда эту оценку стоит применять, но, если ее не стоит применять, то и вот это все, скорее всего, не особо нам будет помогать. Собственно, что мне теперь нужно? Если я синус x могу ограничить снизу чем-то, то тогда этот 1 делить на синус x я смогу ограничить сверху. И мы получим то, что вне зависимости от n, потому что это уже от n не зависит, да, у нас функция, вне зависимости от n вот эту последовательность частичных сумм мы как-то сверху ограничиваем. Ну, например, на каком множестве у нас все может быть хорошо. Если x живет где-нибудь там на дельта пи, где дельта строго больше нуля, то получается, что x пополам живет на множестве дельта пополам пи пополам, на этом множестве синус возрастает и минимум достигает точки дельта пополам. То есть это все дело, если мы договоримся работать вот на таком множестве изначально, на этом множестве мы получаем неравенство следующее 1 делить на синус меньше либо равно чем 1 делить на синус дельта пополам. и вот мы получили константу которая ограничивает последовательность частичных сумм. Другими словами, если видим ряд в котором есть какая-то функция bk t от x умножается она на синус kx или косинус kx собственно с косинусом та же самая история то возможно для этого ряда очень даже подойдет в зависимости от множества это нужно иметь ввиду возможно для этого ряда подойдет признак деревья главное что вы должны понимать что если вот эта оценка работает то x не очень должен попадать в точки на которых синус x пополам зануляется ну то есть это например 0 это 2p и так далее то есть если нам дали такое множество куда попадает 0 вот эта вся оценка будет бессмысленна грубо говоря если вместо дельты здесь был бы 0 то я бы так не делал потому что я понимаю что я не смогу здесь никаким конечным числом оценить это будет неинтересно опять же если дали бы множество типа от дельты скажем до 3p я понимаю что на это множество попадает 2p с этой оценкой снова возникают проблемы но на каком-то удачном множестве на удобном как только мы видим множитель синус к x или косинус к x то вполне возможно что признак деревья сработает остается только проверить будет ли вот эта последовательность равномерно стремиться к нулю и будет ли она начиная с какого-то к монотонной и давайте теперь рассмотрим парочку задач которые на письменном экзамене когда-то встречались задачи связанные с функциональными рядами задан ряд следующего вида е в степени x делить на корень из n минус 1 арктангенс x квадрат делить на n плюс 1 нужно исследовать на сходимости равномерную сходимость ну то есть на поточечную равномерную сходимость этот ряд на множествах ну как у нас было прежде е1 это интервал 0,1 е2 это интервал 1 плюс бесконечность на этих множествах нужно исследовать исходный ряд как и в случае с функциональными последовательностями у нас будет три этапа на первом этапе мы рассматриваем поточечную исходимость причем вероятно на объединении сразу множество на втором этапе берем одно из множеств и исследуем есть ли там равномерная исходимость на третьем этапе берем второе множество и то же самое исследуем есть ли там равномерная исходимость скорее всего обычно так происходит что на одном множестве будет равномерная исходимость на втором нет нам только надо понять на каком что Начинаем с поточной сходимости, фиксируем x0 из объединения e1, e2. Тогда, если мы рассмотрим какое-то слагаемое, то я понимаю, что нам вот такие слагаемые, если мы потом загоним заодно, то есть нам ряд, составленный из чиселок, потому что никаких функций здесь нет после того, как мы зафиксировали x0. А для числовых рядов, если они знакопостоянные, мы можем, например, использовать эквивалентность по сходимости. e в степени чего-то положительное, а у нас и x0 больше нуля, и n-ка натуральная, да еще и на корень мы делим, e в положительной степени больше одного, то есть это скобка положительная. Здесь аргумент тоже положительный, арктангенс в положительных аргументах положительный, то есть ряд у нас составлен из чего-то знакопостоянного. И значит, мы можем использовать эквивалентность и по сходимости. Экспонента в этой степени минус 1, по сходимости эквивалентна x0 делить на корень из n. Но так как x0 это какая-то константа, и она нас не особо интересует, то просто 1 делить на корень из n. То есть мы тут не обязаны пользоваться формулой Тейлора, а константы какие-то могут отбрасываться и в единицу схлопываться. Дальше арктангенс эквивалентен своему аргументу в окрестности нуля. А мы в окрестности нуля будем при больших n здесь и здесь. Я все-таки учитываю, что у нас n стремится к бесконечности. Арктангенс эквивалентен своему аргументу, причем опять же x0 в квадрате какая-то константа, заменяю ее на единицу, то есть получаю 1 делить на n плюс 1. Но я понимаю, что n плюс 1 эквивалентна n. То есть в итоге члены такого ряда, префиксированных на x0, эквивалентны членам вот такого ряда. Но я понимаю, что ряд, составленный из n в степени 3 вторых, n от 1 до бесконечности, сходится. Значит и вот этот ряд сходится. То есть отсюда следует, что исходный ряд сходится поточечно на объединении Е1 и Е2. Теперь в плане наличия или отсутствия равномерной сходимости. Вчера мы получили следствие из критерия Каши, то есть если мы сможем собрать последовательность вида Аката от xката, который не стремится к нулю, приказ стремящийся к бесконечности, то тогда мы можем сказать сразу же, что из этого следует отсутствие равномерной сходимости ряда. И надо понять, подбираются ли какие-то удобные последовательности. И в принципе тут намечается последовательность типа корень из n, тогда у нас экспонента будет в первой степени, е в степени 1, значит просто е, е минус 1 в плане того, что не 0, хорошая слагаемая. Здесь у нас будет собираться m делить на m плюс 1. Ну то есть по сути аргумент будет стремиться к единице. Тоже отличный, отличный множитель. То есть один и другой множители достаточно удобные. И кажется, мы сейчас этим следствием из критерия Каши воспользуемся. То есть второй пункт будет заключаться в том, что... Давайте я все это пока потру. Мы полезем на множество... Где я корень из n могу брать? На множестве e2. Потому что корень из n у нас стремится к бесконечности, примерно стремяется к бесконечности. То есть на e1 такие x не будут попадать. Значит, рассмотрим e2. E на e2 выберем последовательность xn, равную корень из n. Давайте это обзовем, чтобы удобнее было. aN от x. Все это произведение. Тогда aN от xn равно e-1, как мы обсудили, да? Первый множитель умножить на арктангенс n делить на n плюс 1. И стремится при n стремящейся к бесконечности. Ну, первый множитель, он ни к чему не стремится, кроме самого себя, потому что от n не зависит. А у второго аргумент стремится к единице, арктангенс функция непрерывная, поэтому все это дело стремится к арктангенсу единице. Арктангенс единицы это π на 4. Это не равно 0. Соответственно, мы получаем по следствию из критерия Каши ряд составленных из окатых. К от 1 до бесконечности. Ну, собственно, они наши окаты. Не сходятся равномерно. Ну, а поточечная исходимость есть. Это мы в первом пункте доказали. И третий пункт. Мы рассмотрим множество e1. Ну, так как чаще всего на одном множестве есть, равномерной исходимости на другой нет. Вероятно, на множестве e1 равномерная исходимость будет. Необычно она доказывается при помощи признаков E-штрассы. То есть оцениванием сверху какой-то удачной, удобной числовой последовательностью. Ну, в конце концов, из которой мы соберем числовый ряд. И при этом главное, чтобы числовый ряд сходился. Ну, начнем с того, что рассмотрим e в степени x минус 1 отдельно. Ну, даже пусть это будет не x, а y какой-то, чтобы не было путаницы. Если мы работаем на множество 0,1, то x делить на корень из n, по сути это, сейчас я обозвал за y на время, эта дробь, она будет у нас принимать значение от 0 до 1. Так вот, e в степени y минус 1 на этом множестве меньше или равно, чем 2y. Ну, собственно, откуда это следует? Давайте рассмотрим две функции. Одна e в степени y, вторая 2y плюс 1. Ну, так будет немножко удобнее. Хотя, в принципе, можно было и вот эти две рассматривать. Эта функция выпукла вниз. И в нуле она принимает значение, мы на отрезке 0,1 работаем. В нуле она принимает значение 1, а в единице она принимает значение e. И это прямая. В нуле она принимает значение 1, а в единице она принимает значение 3, которое больше, чем e. Так как мы знаем, что функция выпукла вниз, то любая хорда лежит над этой функцией. То есть если я соединю две точки 0,1 и 1e, то вот эта хорда лежит над нашей функцией, а то, что мы построили, лежит над этой хордой. Поэтому очевидно, что будет выполнено вот такое вот неравенство. Ну и, соответственно, вычитаем единицу, получаем то, что нам нужно, но при условии, что y на множество 0,1. Другими словами, первый множитель, e в степени x делить на корень из n минус 1, мы можем сверху оценить двойкой умножить на x делить на корень из n. И так как работаем на множество 0,1, в конце концов, это все можно оценить 2 делить на корень из n, потому что у нас x строго меньше 1. Теперь у нас арктангенс x квадрат делить на n плюс 1. Арктангенс при положительных аргументах меньше, чем аргумент. Ну, собственно, при отрицательных тоже. Всегда. То есть арктангенс будет меньше либо равен, чем x квадрат делить на n плюс 1. Опять же, x квадрат живет на интервале 0,1, поэтому мы сверху можем еще оценить дроби 1 делить на n плюс 1. Ну и для совсем удобства оцениваем это все дело дроби 1 делить на n. Итого, на, у нас третий случай, мы работаем на e1, да, на e1, n от x строго меньше, чем 2 делить на корень из n, это от первого умножителя осталась оценка, умножить на 1 делить на n. То есть равно 2 делить на n в степени 3 вторых. Ну и если мы там совсем аккуратно хотим делать, можем еще и сюда модуль повесить. Потому что в той теореме, которой я сейчас буду пользоваться, у нас модуль сидел. Ну и получается, что это следствие из обобщенного признака сравнения. По сути это признак Верштрасса, да, мы функциональную последовательность ограничили числовой последовательностью сверху, ряд составленный из этой числовой последовательности сходится, значит ряд составленный из этой функциональной сходится равномерно. То есть по признаку Верштрасса, а ката от x, ката от 1 до бесконечности, сходится равномерно на множестве 1. Ну и давайте еще одну задачу тоже из экзамена рассмотрим. На самом деле более, наверное, интересным, что ли, в плане решения, ну и слегка более сложным, объектом была бы задача, где мы ввели бы еще и какой-то параметр альфа. И, собственно, нужно исследовать, при каких значениях параметра альфа у нас есть поточная сходимость, есть равномерная сходимость. Это на семинарах будет разобрано, эти задачи. А сейчас мы более что-то простое рассмотрим. Косимус x квадрат корень из x делить на n и умножить на арктангенс е в степени x делить на корень из n. Вновь нужно исследовать на поточную равномерную сходимость на двух множествах. Е1 это интервал 0,1. Е2 это 1 плюс бесконечность. Как и прежде, три пункта у нас будет поточная сходимость, исследование равномерной сходимости на одном множестве и исследование равномерной сходимости на втором множестве. Начинаем с поточной, фиксируем точку x0 из объединения е1 е2 и рассмотрим, как у нас устроен... Дайте, короче, можно было записывать, обзовем это an от x. Рассматриваем, как устроена an от x0. Знака постоянная, знака постоянная, поэтому можем использовать эквивалентности по сходимости, поскольку мы уже с числовыми рядами работаем. Значит, единица минус косинус эквивалент на по сходимости аргументов в квадрате, ну там, деленному пополам, если мы аккуратно хотим пользоваться формулой Тейлера соответствующей, но так как это эквивалентность по сходимости, множители типа констант вообще могут в единицу хлопаться. x0 в квадрате, корень из x0, это тоже у нас что-то фиксированное, поэтому косинус в итоге будет эквивалентен 1 делить на n квадрат. Арктангенс эквивалентен своему аргументу, и у нас е в степени x0 это чиселка, поэтому получается 1 делить на корень из n. Ну, то есть в конце концов, n-ка у нас в степени 5 вторых. Если мы рассмотрим ряд, составленный из этих n-ок, то он сходится. Соответственно, по признаку сравнения, и ряд, составленный из вот этих вот, ребят, тоже сходится. То есть, другими словами, ряд, составленный из n-ок, сходится поточечно на множество е1, объединиться е2. Второе. Пока я не буду рассматривать множество до поры до времени, я помню, что разность единицы и косинуса мы уже видели, неоднократно, я надеюсь. И из нее можно сделать 2 синус квадрата, то есть единица минус косинус x квадрат корень из x9 на n превращается в 2 синус квадрат половинного аргумента. А синус квадрат, в свою очередь, меньше либо равен, ну, точнее, синус меньше либо равен, чем аргумент. Синус квадрат меньше либо равен, чем квадрат аргумента. То есть мы получим 2 умножить на x в пятой делить на 4n в квадрате. Ну, что в конце концов дает нам x в пятой делить на 2n в квадрате. Тут я понимаю, что если я хочу пользоваться этой оценкой, то, вероятно, дальше я буду оценивать так, чтобы осталась у меня числовая последовательность, то есть от x я должен избавиться. И оценка должна быть сверху. На этом множестве оценку сверху я продолжить не смогу, потому что у нас x тут может в плюс бесконечность стремиться. Но на этом могу оценить единицей. То есть, если уж я так начал поступать, то получается, что рассматриваем мы пока на множестве e1, чего у нас происходит. И тогда могу спокойно продолжить, это меньше, чем 1 делить на 2n в квадрат. И так как мы уже здесь достаточно удачную степень енки получили, то есть уже этот ряд будет сходиться, то я могу сказать, что второй множитель мне не особо уже интересен. Конечно, я могу его еще поковырять и получить там оценку типа 1 делить на корень из m, но так как этот корень из m мне сейчас не особо важен, и не особо принципиально мне отсюда какие-то совсем точные оценки заполучать, то просто тупо меньше либо равно, чем π пополам. Ну, даже строго меньше, если что на то пошло. Потому что мы знаем, что артангенс меньше, чем π пополам. И тогда получаем следующее. а n на от x, ну, это вещь знакопостоянная, поэтому если я модуль повешу, вообще ничего не поменялось, меньше, чем π делить на 4n в квадрат. И, опять же, признак Вейерштрасса. По признаку Вейерштрасса ряд составленных из а-н на множестве e1 сходится равномерно. Теперь множество e2. Значит, как у нас там устроено а-н от x? Это 1, ну, собственно, косинус-то мы можем переписать, 2 синус квадрат x квадрат корней из x делить на 2n и умножить на арктангенс e в степени x делить на корень из n. Я, вероятно, хочу попытаться подобрать последовательность xn. Такое, что а-н от xn не стремится к нулю. В принципе, я понимаю, что при фиксированном x вот эта вещь стремится к нулю, и эта стремится к нулю. У меня какие-то беды могут возникать. Но x мы тоже можем как-то загнать в бесконечность. И если мы соберем такой x, который стремится к бесконечности, то я понимаю, что e в любой степени стремится к бесконечности, ну, в некотором смысле быстрее, чем корень из n. То есть если у меня последовательность xn будет стремиться к бесконечности, то вот эта частная будет стремиться к бесконечности. И арктангенс будет стремиться тогда к p пополам. То есть в плане выбора последовательности мне важно следить за тем, чтобы синус не пошел в 0. а здесь все и так будет в порядке, если xn будет стремиться к бесконечности. На множестве e2 мы действительно можем выбирать xn, которые стремятся к бесконечности, потому что это множество от 1 до плюс бесконечности. Ну и я хотел бы сделать так, чтобы здесь какая-то константа получалась, то есть чтобы, давайте я отдельно пока запишу, чтобы x² корень из x совпадала с n просто-напросто. С другими словами x в степени 5 вторых равно n, ну и значит x равен n в степени 2 пятых. Вот так я хочу заполучить этот xn. То есть пусть xn это n в степени 2 пятых. Собственно, как я хотел, можно убрать теперь. Тогда как устроена а n на xn. 2 умножить, здесь у нас будет x в степени 5 вторых, то есть просто n, делить на 2n. Значит, синус квадрат 1 второй. Это число вообще никак от n не зависящее и как раз к нулю не стремящейся, ну и нулю не равная. То, что нам было нужно. И умножить на арктангенс e в степени n в степени 2 пятых делить на корень из n. Ну и так, так как мы понимаем, что е в любой степени стремится быстрее, чем x, то есть по сути мы могли взять и переобозначить, сказать, давайте рассмотрим функцию. Е в степени y, то есть в роли y у меня сейчас выступает n в степени 2 пятых, давайте аккуратно, y я хочу в конце концов заменить на n в степени 2 пятых. Тогда просто n это y в степени 5 вторых и корень из n это y в степени 5 четвертых. То есть здесь будет y в степени 5 четвертых. Я понимаю, что это все дело стремится к плюс бесконечности при y стремящемся к плюс бесконечности. Но другими словами, если я выберу для вот этой функции какую-то последовательность гейна, ну естественно, я вот такую последовательность гейна буду выбирать, то у меня частное тоже будет стремиться к плюс бесконечности. Вот такое частное будет стремиться к плюс бесконечности. Ну и тогда арктангенс будет стремиться к π пополам. То мы получаем 2 синус квадрата 1 вторая умножить на π пополам. Это не равно нулю. Соответственно, отсюда мы получаем по следствию из критерия Каши ряд составленных из n не сходится равномерно. А поточечная сходимость есть. То есть он сходится поточно и не сходится при этом равномерно. В принципе, можно это то, что мы заполучили, рассматривать не как следствие из критерия Каши, а просто как необходимое условие. Потому что мы понимаем, что по сути это аналог необходимого условия сходимости. Ну иногда получается так, что с последовательностью бывает туговато. Это редкие задачи, когда вот последовательность не подбирается какая-то. Ну тогда, как вариант, у нас есть критерий Каши. Тогда мы берем тупо в лоб критерий Каши. То есть не следствие из него, а сам критерий используем. Ну а для сходимости чаще всего признак Верштрасса, причем в плане оценки функции сверху по признаку Верштрасса, эта оценка будет браться из поточечной сходимости. То есть когда вы зафиксируете x0 и будете рассматривать поточечную сходимость, вероятнее всего будет что-то знакопостоянное. И вы скажете, ой, эквивалентно по сходимости чему-то там. То есть по сути формулой Тейлора воспользуйтесь. И вот эта формула Тейлора с учетом каких-то коэффициентов, вероятно, и даст самооценку уже в признаке Верштрасса. На сегодня все. В следующий раз мы продолжим работать с функциональными рядами, ну определенного типа, которые мы назовем степенные ряды. И, собственно, для них какие-то свойства заполучим. Берегите себя. Всего хорошего. До свидания.